короче здравствуйте вы все знаете как меня зовут почему такой свет потому что я сижу при свечах я недавно нет давно видела ролик один называется николай солодников курит и плачет на протяжении десяти часов это очень настроено было и этот канал где солодников берет интервью еще не поздно он даже не забанил тот второй канал за авторские права и даже дал ссылку на него это про интервью которая давала николаю солодникову любой фаркус он там действительно курит и плачет на протяжении не помню сколько часов я как-то упоминал об этом стриме мне очень понравилось в интервью она была абсолютно обнаженная искренне жестокое какое-то живое настоящее и вот когда еще не поздно дает ссылку на это видео николай солодников курит и плачет на протяжении десяти часов у меня случился экстаз там правда потом произошло разочарование потому что в этом видео использованы всего-то какие-то двухминутные наверное фрагменты где внухает и дым показан красиво крупным планом в общем 10 часов это смотреть невозможно я даже захотела пересмотреть это интервью с любовью арку чтобы посмотреть как он там сидит курит и плачет наверное после этого видео от меня отлично кто-нибудь еще ну как обычно и сегодня это минутка слабости я не знаю выложу я это или нет но любителю наверное понравится но мне ничего нет из макияжа кроме колец и свечи горят я сегодня вспомнила одну песню и захотела ее найти она куда казалось что эта песня даже нет на ютюбе ты песни этой группы сегодня дочью она так любит она так любит смотреть как поиск входит в тоннеле она хотела умереть на сегодня и лень подождите я должна и включить я нашла ее на зайцев нет я думал они уже умерли они живы сейчас 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 мы скажут эту фразу я целовал ее в ее выдаст точные губы я улыбался и она в ответ не корчила рожи и скалила зубы я любовь кулак зажал читал между строк ходил между струн дождя я сам себя достал не тронь меня так вот чё я хочу с этим своим каналом когда даже песни которые меня интересуют на ютюбе нет захожу сегодня на эту главную страницу это мне предлагают ролик на девять или восемь минут такой как я разговаривал с маршмайлоу выложены четыре часа назад 300 тысяч просмотров охуенчик класс наверное лет пять назад я бы сегодня записала какой-нибудь текст написала но вероятно прошли те времена поэтому я включила камеру считайте что это текст художественное произведение я сегодня весь день как николай солодников курю и плачу фигурально выражаясь я не плачу но курю это наверное вообще первое видео на канале где я курю наконец-то и мне плевать если снимать монетизацию потому что это 3 копейки я вам даже ссылку на эту песню оставлять не буду захотите сами найдете мне вот что хочется вам сказать вчера был стрим похитители ароматов у меня были некоторые подозрения насчет того что меня смотрят мне кажется они вчера подтвердились у него забанили аккаунт в инстаграме не первый раз уже этот аккаунт конечно очень жаль я надеюсь что ему его вернут потому что я могу ошибаться но вот на этом забаненном аккаунте у него было где-то подписчиков больше чем 100 тысяч больше чем на ютюбе он был мега популярен и его забанили опять не знаю за что не за что там было банить но массовые жалобы какие-то долбоебы наверно него отправляли в общем сценарий как обычно я помню андрея петрова так банили я помню наталья ну и так наказывали по моему аккаунт ее не банили но отрезали и возможность постить stories что-то такое в общем тут та же самая история только канал вообще я так поняла пока не может никак даже какую-то форму заполнить чтобы вернуть его обратно и он в общем был расстроен и своим стриме я конечно прониклась к нему как всегда симпатии веру вообще всегда люблю и я ему задонатила написал какие-то теплые слова мне показалось что он очень похож на шарен стоп в основном инстинкте в этом стриме у него были такие короткие блондинистые волосы объемные в общем что-то было в этом общее ему как-то так сел в полупрофиль и я сказала что он похож на шарен стоп ваня прекрати господи и он видимо ему понравилось то что я написала и он сказал на этом стриме что это любая у нее есть канал подписывайтесь на ее канал даже мои какие-то подписчики заходят на ее канал так он сказал это было очень приятно это было очень приятно надо дрожи в пальцах боже мой как здорово подумала я и это был бы еще приятнее и если бы хоть кто-то на меня подписался но на меня и знаете что произошло после этого его стрима на меня подписалось пять человек трое отписалась и все я подумал господи прости ну неужели же я так плоха неужели же настолько все плохо но это вообще какая-то не берущаяся хуйня видимо подумала я то есть даже это тонкая умная аудитория которая понимает как прекрасен похититель ароматов даже она не подписалась на мой канал понимаете ну хотя может даже просто никто не пошел и не посмотрел потому что люди они такие я бы скорее всего тоже не пошла и не посмотрел аудитория она такая ленивая и здесь я сегодня хожу об этом думаю что я маршмеллоу не могу ничего не могу после этого моего видео о перчатках кстати это видео с перчатками оно за последние 20 дней лучшее по просмотрам после этого моего видео про перчатки мне начали писать личное сообщение не хочу ли я делать смр нет не хочу но видимо надо об этом подумать мне написали привет вы не хотите продать свои перчатки ну это как с ногами только теперь с перчатками нет не хочу вы знаете я даже жалею что я какой-то другой человек потому что наверное было бы неплохо я помню была какая-то история с девушкой из инстаграма она продавала воду в баночках эта вода была налита в ванну и она принимала в этой воде ванну потом разливала ее по банкам и продавала своим подписчикам ну это блять не моя история вот вообще понимаете так что Николай Солодников курит и плачет на протяжении 10 часов ну я очень благодарна Саше за то что он вообще знает о моем существовании это приятно Саша это уникальная история и вы все кто меня смотрите это уникальная история а и все пять подписчиков трое писалось или двое я сказала в общем один негритенок вышел погулять и их осталось девять другой негритенок утонул и их осталось восемь вот примерно такая хуйня минутка слабости у меня снято 4 видео одно видео самое старое я снимала еще до коронавируса до того как мы уехали в Италию и я его так и не смонтировала так и не просмотрела так и не выложила оно мне кажется протухшим хотя наверное оно неплохое как и все мои видео как мне кажется но я его даже так и не выложила в другом видео я готовлю на третьем я рассказываю о косметике которая мне не подошла или подошла о пустые банки и еще одно видео это видео об одной сельской блогерше которую я смотрю и не называют о моем имени но ситуация которая у нее происходит в семье она очень затронула меня а вот у меня есть 4 видео и нет совершенно никакого желания пересматривать монтировать вот это вот все потому что у меня нет мотивации мое последнее видео о пиодерском лагере его посмотрела ну там даже 400 просмотров нет почему я подумала что саша меня смотрит когда в очередной раз его уже новый канал был под угрозой он сказал я вижу других блогеров они регулярно выкладывают видео по два раза в неделю и набирают по 400 просмотров это я подумала блять это же прям про меня это моя история еще он как-то еще он конечно смотрел это видео которое я снимала про ситуацию с Антоном С я вот сейчас говорю это все и думаю не слишком много я говорю вдруг он обидится на меня Саша не обижайся пожалуйста если ты это смотришь ты очень не нравишься ты вообще гениальные вещи делаешь ты вообще гениальные вещи делаешь я всегда очень боялась когда звонила ему сказать случайно что у меня есть канал чтобы он не дай бог не подумал что я чего то от него хочу вчера это было так приятно я подумала ой ну может быть хотя бы 10 человек подпишется 20 ну не 10 не 20 не способны отца русской демократии и это не способны и это видео блять про лагерь оно же хорошее но его опять никто не смотрит никто не смотрит я все время угрожаю тем что я отключу комментарии если они мне не понравятся сейчас опять эта мысль не отключить ли мне комментарии потому что что потому что я даже не в силах читать какие то эти размышления на тему что же вам делать или еще что то просто я как то подзаебалась подзаебалась ничего не ну как ничего ведь это странно звучит вы это смотрите это не к вам относится вообще знаете к мирозданию телефон сейчас упадет прямо на меня так это относится прямо к мирозданию потому что она вы это смотрите вы это молодцы а больше нет вы знаете я когда открываю страницу в творческой студии своего канала если вы блогер вы понимаете о чем я говорю я там вижу на этой странице три последних видео которые за последние 40 часов набрали большее количество присмотров каждый раз каждый раз каждый раз первая строчка это ориентальное окошко к чему готовится я ненавижу эту надпись я ненавижу эту строчку и дальше последние там два видео на которых по 10 по 28 просмотров за последние 48 часов когда уже с того дня когда я подошла видео прошло 48 часов они перестают быть на первой строчке они перемещаются на вторую и на третью и большую часть времени на первой строчке я всегда ориентальное окошко к чему готовится блять очень печально я не буду угрожать я ухожу с ютуба вот эти фразы я говорить не буду потому что мне некуда идти может быть через два года я буду смотреть это видео и сочувствовать себе и смотреть я его буду совсем из какой-то другой реальности но каналу 3 года или больше 3 лет и у нас 1967 подписчиков даже не 970 970 я не могу набрать за последние 2 недели уже это очень медленно это так медленно что это выматывает и вот Наталина я ее смотрю она сказала для меня сказала она было так я решила что результатом для меня будет тот момент когда я выложила видео я не буду ждать просмотров я не буду ждать комментариев я не буду ждать ничего и для меня она сказала результат это вот это когда я выкладываю видео и все блять наверное это правильно я это сказала она это или я это где-то прочитала ее слова я уже думаю с того момента как я их прочитала что да да это правильно так надо делать но я не могу себе это искоренить и не ждать каких-то новых и не ждать развития его нет к сожалению ну что я думаю я думаю хорошо я выложу видео где я готовлю его посмотрят короче все эти цифры это не важно а вы знаете на том видео где перчатки и кожаная куртка мне там написали тоже на английском на из видео дальше я переведу сразу что же там было вы бы не могли выложить видео где вы готовите в перчатках и где вы ведете машину в перчатках блять если бы у меня была машина я бы наверное это сделала но у меня даже машины нет я уже 300 лет не водила машину я захочу водить машину и не бояться этого я хочу быть за рулёк какой-нибудь хорошей машины я подписана на аккаунты бмв, мерседес, ауди забавная эта история с бмв произошла недавно когда они на своем официальном международном сайте перекрасили свой логотип в цвета радуги потому что они хотели поддержать это движение LGBT Pride и очень много каких-то претензий блять было от Российской Федерации от каких-то пользователей читателей их инстаграма в связи с тем что как же так ведь бмв это ёб твою мать а вы тут что бидеры что ли все генеральный директор бмв раша бмв раша он так сказал судя по его имени и фамилии он либо немец либо встреть он сказал ну что же в бмв нет никаких проблем с ЛГБД сообществом мы против любой дискриминации в том числе по признаку сексуальной ориентации гендерной идентичности и так далее если у кого-то с этим какие-то проблемы то мы предпочитаем чтобы это не было нашей проблемой мы не будем покупать больше бмв ра или они то не покупайте блять когда мне будут деньги я куплю бмв и не буду больше курить и плакать на протяжении десяти часов и музыку накладывать на это видео не буду слушайте шум из окна вы не обязаны никак реагировать на это я бы только попросила вас не писать мне какие-нибудь гадости пожалуйста и перчатки свои я не буду предавать до свидания свечи о которых я говорила господи как меня достали мотоциклисты я не могу ничего снять с открытым окном потому что они все время гудят но я все равно это окно открыла сегодня я вам напоследок хочу прочитать текст этой песни это будет очень коротко я не буду пятнадцать раз читать припев я целовал ее в ее водосточные губы я улыбался ей она в ответ мне корчила оружие скалила зубы я любовь в кулак зажал читал между строк ходил между струй дождя я сам себя достал не тронь меня она так любит смотреть как пост входит в тоннель она хотела умереть но сегодня я леню в ее глазах 37 а с виду 25 вину долг ей таскаю снова не с кем спать она считает ее поезд дешевых она считает ее жизнь это стереофильм а надо мной парашютный шок и это хмурое утро я опять невредим и станет лучше может на днях она считает что нас испортили деньги надо срочно что-то менять не тронь меня она хотела умереть но сегодня я лень в ее глазах 37 а с виду 25 минут долг ей таскаю снова не с кем спать и дальше еще много и ванечка орет вы знаете я давайте я не буду говорить извиняться за какие-то банальности которые вам кажутся банальными в тексте этой песни я люблю я люблю я люблю музыку жалко что я винят не от юли до свидания так я люблю я не знаю я не знаю Продолжение следует...